Орешек знает тёрт, но всё же мы не привыкли отступать. Нам расколоть его поможет киножурнал «Хочу всё знать». Что? Где? Когда? В телевизор мы видали, есть хорошая игра. И у нас в киножурнале поиграть в неё пора. Вот и первый из вопросов. Где учился Ломоносов? Он пришёл в Москву. Да, он тогда ещё тысячу километров прошёл, пока дошёл. Вредно! Так, Масина, Ломоносов учился в Московском университете. Ну что ж, посмотрим журнал. Да, на этой небольшой улице неподалёку от Красной площади и начались его первые шаги в науку. В 1731 году из далёкого северного села Холмогоры Ломоносов пришёл в Москву. Он очень хотел учиться. Но никакого университета в Москве тогда ещё не было. И Ломоносов поступил в славяно-греко-латинскую академию. Как эти юноши занимались в таких небольших кельях, тогдашних классах. Учили славянский, греческий языки, латынь, другие науки. Нерадивых строго наказывали, даже пороли розгами. Любимым учебником Ломоносова была арифметика Магницкого, которую он называл вратами своей учёности. Прошли годы. Михаил Васильевич Ломоносов сделал много открытий в разных науках. Стал великим учёным. И всю свою жизнь мечтал, чтобы дети учились. Много сил отдал он созданию в Москве университета, который ныне носит его имя. В этих книгах нет ни строчки. Буквы нет и даже точки. Постарайтесь-ка ответить, кто читает книги эти. Да, тут задумаешься. Что это за книги? Какие странные названия. Тополь душистый, берёза сладкая, ирга, клён манджурский, хмелеграб. И у всех книг этой необычной библиотеки только по одной странице. Да и то деревянной. Но каждую из них может прочитать учёный или студент Тимирязевской академии, где находится эта библиотека. Он скажет, что это за дерево. В сыром или в сухом месте оно росло. В густом лесу или на просторе. Когда и чем болело. По годовым кольцам среза сосчитает, сколько дереву было лет, когда его спилили. Здесь собраны биографии почти всех пород деревьев, существующих в мире, в том числе ставших очень редкими. А это приложение к удивительным книгам. Семена и плоды тех самых деревьев. Такую замечательную библиотеку придумал и начал собирать сто лет назад русский учёный-лесовод Турский. Митрофан Кузьмич не только любил и изучал природу. Очень много лесов высадил он со своими учениками в степях Южной России. И в благодарность ему поставлен памятник. На нём надпись «Славному сеятелю на Ниве лесной лесная Россия». Учат дома, учат в школе, мир живой беречь, любить. Так скажите, хорошо ли людям бабочек ловить? Конечно, нельзя. Их жалко. Они такие красивые. Бабочек ловить нельзя. Даже для коллекции. А как же эта бабочка и все другие, которых в коллекции Александра Михайловича Соколова более трёхсот? Не волнуйтесь. Ни одну из этих крылатых красавиц он не поймал и не погубил. Александр Михайлович в прошлом был горным мастером. И поэтому знает, какие волшебные узоры спрятаны внутри некоторых камней. Он выискивает самые необычные. В них-то и таится чудо. А потом работа. Долго и терпеливо шлифовать до прозрачности каменные пластинки. Получается, бабочки как живые. Александр Михайлович хочет, чтобы каждый увидел в них хрупкую красоту живой природы, которую всем нам надо беречь. в сказках было, как известно, это транспортное средство. Кто, вы знаете, наверное, на метле поехал первым баба-яга. Баба-яга! 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 Первой в мире стала ездить на метле наша сказочная баба-яга! Да. И Александр Григорьевич Григорьев, ленинградский рабочий изобретатель, тоже считает, что на метле можно ездить. Смотрите, она так и рвется из рук. И на щетке можно. Если ее покачивать из стороны в сторону, она движется вперед. Изобретатель догадался приладить к щетке мотор. И вот что получилось. Транспортер доставит любой груз куда надо. Не только на колесах и гусеницах. но и на прутиках и щетках могут ездить машины. Когда Александр Григорьевич выходит погулять со своей моделью, ему представляется, что может быть скоро на улицах и дорогах появятся вместо жигулей и запорожцев такие вот метлоходы и щеткомобили. Посмотрели мы журнал и никто не проиграл. Конечно, мои дети еще не все на свете и это очень грустно приходится признать. Но было бы, но было бы желание придут к тебе, придут к тебе и знания и за это вам ручается. Журнал «Хочу все знать». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok